Протвирей Владимир Башкиров Как известно, Вы занимаетесь исследованием и преподаванием православной аскетики. И, собственно, в чем Вы видите задачу того предмета, который Вы преподаете? Какие цели Вы перед собой ставите, ставите перед своими студентами, когда занимаетесь аскетикой? Знаете, задача очень простая. Популяризация аскетического учения святых отцов. У нас боятся слова аскетика, потому что представляют себе такого иссохшего старца, который подвязывается где-то в пустыне. Вот это аскет. Хотя, собственно, аскетика есть не что иное, как какие-то правила, принципы, методы духовной жизни. Когда я разрабатывал этот спецкурс, он был сначала маленький, потом стал гораздо шире, я как раз исходил из того, что нужно его выстроить как цикл бесед со студентами, где будет не преподаватель, вещающий с кафедры, и студенты, внимающие и записывающие, а значит, автоматически отключающие свое сознание, а где будет проходить живой диалог между студентами и преподавателем. Проблемы, которые мы затрагиваем в курсе аскетики, достаточно известны. Это молитва, это пост, это страсти, это добродетели. Но каждой из этих тем мне очень хочется проговорить со студентами, чтобы они сами по этому поводу высказывались и попробовали сами для себя в своей личной жизни увидеть действия. В данном случае, если страстей, то страстей, если добродетели, то добродетели. Посмотреть, в какой степени их молитва личная, их молитвенное какое-то делание соответствует вот тем принципам, скажем, приемам, которые предполагаются в сватайческом предании для мирян. Я скажу, что курс очень популярный такой, да. На него ходят студенты, ходят даже с других факультетов. Я думаю, что это как раз одна из тех вот форм, скажем, лучше один из экспериментов, которые следует практиковать для того, чтобы, может быть, перенести эту вот методику преподавания богословских и прикладных богословских дисциплин вообще на весь цикл христианского богословия. Если посмотреть на опыт святых отцов, то можно подметить очень важную черту. Святые отцы никогда не богословствовали, собственно, ради того, чтобы богословствовать. Их богословские рассуждения всегда имели определенные практические цели. Та современность, в условиях, в которых мы живем, говорит нам о том, что в церкви имеет место быть чисто теоретическое богословие, которое напрямую с практикой никак не связано. Скажите, есть ли место все-таки теории в церковной науке? Теории не связаны напрямую с практикой? Или же церковь должна полностью следовать примеру древности и уделять внимание исключительно практическим вещам? Когда мы говорим о древности, мы тоже не можем сказать, что абсолютно все отцы писали абсолютно по поводу. Правильно, это очень хорошо отразил преподаватель Семенова Богослов в одном из своих слов. Что ты мне говоришь о богословии? Отцы писали богословия по конкретным случаям в борьбе с еретиками. Но, например, такие, смотрите, как богословы, такие, как Святитель Горинистский. У них есть трактаты целые. Наверное, это единственные, у кого есть трактаты, посвященные конкретным богословским темам, совсем не актуальным для обыкновенных прихожан или для обыкновенных верующих. Например, его знаменитые книги против Евномия. Теоретические книги. Я думаю, что в современном богословии тоже должны быть фундаментальные исследования. Вот нельзя разрывать, иначе мы просто измельчим богословие. Мы можем, знаете, как река в песке потеряться. Поэтому должно быть фундаментальное исследование и должно быть прикладное богословие. Но в какой степени фундаментальное богословие должно развиваться, об этом надо подумать. Какие темы или группы тем, какие сюжеты фундаментальное богословие должно разрабатывать, в какой степени эти темы должны быть связаны с жизнью. Но вот это вопрос, который, наверное, следует обсудить. Не абстрактные темы, естественно, которые интересуют автора и еще несколько его друзей. Или несколько еще богословов, которые работают в этом, скажем, аспекте, разрабатывают этот аспект, и остальных больше это не интересует. А, наверное, все-таки фундаментальное богословие должно работать с оглядкой на, во-первых, миссию церкви, во-вторых, на потребности пастырского богословия. И, наверное, вот те разделы, которые наиболее требуют сейчас работы над ними, и, в частности, пастырское богословие, которое у нас практически не разработано, не приспособлено к современному уровню общения между пастырем и верующим. Наверное, вот эти темы требуют особого внимания фундаментального богословия. Фундаментальное богословие должно подготовить текстуальную часть, содержательную часть, которую потом можно отредактировать и подать уже для широкого пользования. Отец Владимир, возвращаясь к аскетике, рассуждая о том, как воспринимается аскетическое наследие церкви сегодня, мы можем для себя как бы две позиции обозначить, которые в церковной среде присутствуют. И позиции, наверное, крайние. Одна из них примерно такова. Человек, вдохновляясь аскетическим наследием отцов, начинает прилагать к себе те требования, которые прилагали к себе подвижники прошлого. Это заканчивается часто трагедией. Другая крайняя позиция звучит примерно так. Для современного общества достаточно в качестве аскезы довольно простой, самой примитивной христианской этики. Не изменяй жене, не вдавайся в излишество, ну и довольна. Как вы думаете, каким должен быть золотой путь восприятия аскетики сегодня? Мне кажется, что очень хорошо об этом говорил святитель Натим Бринчининов. Бринчининов строгий аскет сам по себе, но уже он проводил совершенно четкую градацию аскетических сочинений. Кому какие сочинения годятся. Для монашествующих, конечно, это сочинения отцов-пустынников, древних отцов-аскетов, там, скажем, Иоанн Лесвич, Иоанн Исаак Сирин, Максим Исповедник в тех частях, где он касался аскетической жизни, ну и другие. А вот для мирян должны быть сочинения, по его мнению, такие, как Иоанн Златоуст. Например, сочинения Иоанна Златоуста. Мы можем к этому списку, который он прилагает там, добавить еще, естественно, Феофана Затворника. И если мы разумно обойдемся с наследием Феофана Затворника, мы найдем там все, что нужно современному человеку для того, чтобы аскеза была для него не навязчивой, а приятной и, скажем, удобоваримым образом жизни христианской. Поскольку у святителя Феофана есть все. Он изложил основные правила, основные приемы, основные методы молитвенного делания, поста, доступные и облегченные, и вместе с тем, не разрушающие, не взрывающие рамок церковного предания. Последние 20-летия, тот период, когда церковь в нашей стране, в Беларуси, в других странах, где русская церковь присутствует, в последние 20-летия представляет собой уникальное явление. По большому счету, традиция передачи опыта внутри церкви была во время советского периода прервана. И люди, оказавшиеся в церкви вот в это новейшее время, стали напрямую обращаться к наследию отцов. Не было перед этими людьми авторитетов, которые бы трансформировали, делали бы понятными учения отцов. Соответственно, многие стали к себе применять те требования в аскетическом плане, которые никогда, миряне Российской империи, члены русской церкви до революции, никогда к себе не применяли. Вот, в частности, требования поста. Ведь фактически сейчас к мирянам русской церкви в отношении пищевого компонента поста прилагаются требования, которые должны соблюдать монашествующие. Как вы думаете, данную ситуацию стоит ли менять, не стоит? Если стоит менять, то в каком ключе? К чему нам нужно обратиться, если мы хотим что-то изменить вот в этом плане нашей церкви? Что касается постной практики, то, конечно, очень, мне кажется, непродуманно поступают авторы наших календарей. А это наиболее доступная форма, доступная для всех форма знакомства с традицией поста или с дисциплиной поста в церкви. Когда они переносят из типикона все требования типикона о посте, которые действительно касаются только монархской общины. Наверное, здесь великая роль пастыря, который должен на своем приходе, пока у нас нет общецерковных определений о посте мирян, что нужно было бы, чтобы какие-то наши определенные правила поста были бы все-таки освящены общецерковным авторитетом, сенатальным авторитетом, например. Это было бы очень важно. Но пока этого нет, очень важно, чтобы пастырь, духовник, в конце концов, настоятель прихода или просто священник, который ведет определенную группу лиц, индивидуально подходил к посту. И назначал бы пост, не назначал бы, а благословлял бы, рекомендовал даже, скажем, даже не благословлял, а просто рекомендовал. Потому что благословения люди будут следовать безукоризненно. А рекомендовал бы пост в соответствии с состоянием здоровья этого или иного человека, с его духовным состоянием. Тогда, наверное, было бы больше толку. И это первое. Второе, наверное, следовало бы разъяснять не только церковную традицию поста, но и духовное назначение поста. Да, как имеются вот такие, даже смешные церковные истории разные, когда подходит к священнику, и с вашей батюшкой как поститься, он говорит, ешь что угодно, только людей не ешь. Вот это, наверное, следует людям и разъяснять, что пост для нас повод поработать с собой, посмотреть на себя, войти в себя, как любили отцы говорить. Если вы этого не делаете, то пост превращается в мертвый обряд просто. Ничего вам абсолютно не даст. Если вы это делаете, то не столь важно, какие пищевые продукты вы будете принимать. Потому что вы выполняете, собственно, функцию поста, назначение поста. Я думаю, что на приходах у нас, наверное, недостаточно в этом плане работает. И даже часто призывают к тому, чтобы строго следовать вот этой дисциплине поста. И от этого, наверное, бывают срывы у людей. Поэтому надо очень осторожно подходить к этой проблематике, поскольку люди просто не готовы, физически не готовы нести вот те бремена поста, которые у нас предлагаются в наших календарях и книжках о посте. Как кажется, наиболее опасная ситуация для человека складывается, когда он только приходит в храм. С одной стороны, этот человек для себя неожиданно обнаруживает, что для того, чтобы стать полноценным членом церкви, ему нужно преодолеть сразу несколько преград. Нужно заставить себя не есть те или иные продукты, ограничить свое общение с супругом в определенные периоды времени. Также необходимо привыкнуть к очень долгим богослужениям и домашней, довольно продолжительной молитвенной практике. Вот зачастую человек, начиная концентрироваться на преодолении этих преград, подобного усердия начинает требовать от своих домашних. И вот каковы критерии, как вам кажется, какими критериями должен руководствоваться человек, который только пришел в церковь, какие задачи он должен перед собой ставить для того, чтобы начать свой церковный путь? Знаете, эти люди энтузиасты. Они приходят, потому что они обрели новую реальность. И они готовы нести любые подвиги. И, конечно, они срываются. Это несомненно. Поэтому, наверное, с этими людьми нужна особая работа. У нас как-то из-за того, что в храме, особенно в городских храмах, много людей, немного священников, они не успевают просто за всеми следить. Но на исповеди, во всяком случае, нужно было бы присматриваться к таким людям и работать с ними индивидуально. Можно даже оставаться с ними, уточнять, как у них идет процесс. Вовремя диагностировать их состояние духовное, тогда, наверное, можно было бы какое-то русло направить. Иначе люди ожидают некой магии. Они ожидают то, что называем магией спасения. Вот если я буду это делать, это буду делать, это делать, то я и уже буду предельно близок к Богу. К сожалению, у нас почти нет на приходах, которые я знаю о приходах, в всяком случае, почти нет индивидуальной работы с верующими. К сожалению, нет. И поэтому люди как бы представлены сами себе. Поскольку они представлены сами себе, они ищут какие-то для себя основания, скажем, какую-то базу сами себе выстраивают. И, конечно, совершают много ошибок. Вот в этом-то и задача, наверное, пастыря, к чему мы еще пока не пришли. Вот усиление вот этой миссионерской составляющей в жизни и деятельности пастыря. Потому что очень много обряд занимает времени. Совершение богослужения, что же очень надо. Совершение исповеди, требы. Требы особенно поглощают почти все время священника свободное. И поэтому на остальное время просто не остается. Что касается богослужения, правда, длинное богослужение очень быстро утомляет, человек разочаровывается. Что здесь делать? Ну, это опять, наверное, на общественном уровне нужно что-то делать. Наверное, должен быть приходский устав. И, наверное, не так, чтобы на каждом приходе батюшка сам решал, как он будет служить сегодня службу. Ну, правда же так? А все-таки хорошо, когда был бы общий церковный авторитетный устав, приходский устав, где рекомендовалось бы, как совершить всеночное бдение, как совершить вечернюю, вседневную, как совершить утреннюю, как совершить литургию. В конце концов, даже сколько тропарей пропеть. Я думаю, что вот тогда это позволило бы значительно сократить службу, приспособить ее к возможностям обыкновенного совершенно человека, который от работы в день пришел в церковь. Доречка, еще одна проблема, которую хотелось бы затронуть, опять же, касаясь аскетики. Зачастую воспитание детей в православных семьях несет на себе, естественно, отпечаток аскетики, которые церковь призывает соблюдать, аскетические тремни, которые церковь призывает своих чад соблюдать. И зачастую от детей начинают требовать соблюдение молитвенного правила, выполнение всех требований поста, присутствие полностью на богослужении. И очень часто такие требования со стороны родителей в отношении детей приводят к тому, что по достижении 14-16 лет ребенок полностью от церкви отворачивается. Скажите, аскетические нормы по отношению к детям, чем нужно руководствоваться при попытке воспитать ребенка собственно христианином, православным христианином? Я думаю, что надо руководствоваться принципом минимума. По самому минимуму. У меня есть знакомые, которые воспитали хороших детей и верующих детей, которые всегда с детьми обращались очень деликатно на молитве. Они их ставили с собой, на начальную молитву потом отпускали. Они назначали детям очень умеренный пост. Практически, чтобы ребенок только почувствовал, что он находится в стихии поста, в это время поста, переживает. Они детей не задерживали долго в церкви. Слава Богу, у нас во многих храмах можно ребенка привезти и его сразу почистить. Тоже очень важно, потому что ребенок абсолютно не понимает, почему он стоит под ногами у веры, у взрослых людей. Что он здесь делает? Вот, наверное, вот этот принцип разумного минимума, поможет потом постепенно, постепенно привести ребенка к тем, во всяком случае, принципам, которых придерживаются родители. Что ребенок зеркально отражает родителей. Вы не можете сказать ребенку делать то, то, то и то, если вы сами этого не делаете. Он очень быстро научится вам подражать и в этом. Научится тоже так же летимерить, как это делают родители, если они не соблюдают тех принципов, которые хотят ему внедрить. Борис, ну, в качестве заключения. Каждый христианин, православный христианин, будь он псаней, будь он мирянином, призван исследовать аскетическое наследие церкви. Призван это аскетическое наследие применять в повседневной жизни. То есть, он призван быть исследователем аскетики. И вы, как преподаватель аскетики, какое бы пожелание вы бы рядовому христианину, который обращается к аскетическому наследию церкви, какое бы пожелание вы бы ему высказали? Два слова. Жить по совести. Вот и вся аскеза. Правда, это будет вся аскеза. Она вся к этому сводится. Все остальное не больше, чем приемы и методы. Субтитры подогнал «Симон»